Приветствую вас. Прочитал то, что вы написали. И первое, с чего мне хотелось бы начать, это то, что такое ощущение складывается от вашего текста, что вы вот прямо хотите, вы хотите взрывать отношения, вы хотите любви, девушки любви, вы хотите, чтобы все получилось именно так, как вы сами считаете правильным и верным, вы пытаетесь подчинить развитие отношений каким-то вот определенным критериям. И когда либо по вашему мнению, либо по мнению девушки развитие отношений не соответствует этим критериям, то начинаются сразу какие-то проявления беспокойства у вас и проявления беспокойства у девушки. И, конечно, я понимаю ваше состояние. Я понимаю вас. Понимаю, что вам действительно сейчас нелегко и вы переживаете не самый лучший период в своей жизни. Вот. В частности, что вы не знаете, чего вам дальше ожидать от девушки. И вообще, имеет ли с ней смысл, да, строить отношения какие-либо в дальнейшем. Вот. Но, понимаете, ваш вопрос с точки зрения психологии, он поставлен некорректно. То есть, если девушка пытается вас полюбить, как вы говорите, но не может, значит, она не может вас полюбить. И чем больше она будет пытаться, тем больше у нее не будет получаться. Почему так? Дело в том, что если человек любит, то любит он травму. Ну, то есть, вот, он чувствует, да, когда появляется любовь, он это чувствует. А у него нет такого понятия, да, что вот я хочу полюбить и не могу. Я должна или должен полюбить тебя, там, спустя, обязательно, в какое-то время и так далее. То есть, так это не работает на самом деле. А, работает немножко по-другому. Люди не ставят цели в своих отношениях. Такой, как любовь. Вот такой, как любовь, люди в цели, не в старом. Ставят что-то другое. Например, делать друга счастливым, допустим. Например, быть вместе, допустим. Вот это, да, но не обязательно любовь. Потому что любовь, это то, что нам не подконтрольно. Любовь, это то, что от нас независит. На чувственном уровне независит. Нельзя заставить себя полюбить. И нельзя заставить себя разлюбить. То есть, ваша основная проблема у обоих заключается на том, что вы не принимаете реальность такой, какая она есть. Не принимаете свои отношения такими, какие они есть, в принципе. То есть, у вас есть девушка, вы с ней встречаетесь. А встречаетесь, вернее, на самом деле не так много. Два месяца сегодня. Почему вы решили, и почему она решила, что за два месяца может появиться любовь? Потому что за два месяца не у всех людей приятельность возникает. Я вот не говорю прям доверие и так далее. Значит, здесь, это вот такой момент. Это вот то, что я, как бы, почувствовал из вашего текста. То есть, вывод. Слишком много внимания уделяется любви. То есть, любовь, это самое главное. Не человек, главное. Да, не его счастье, главное. Не то, чего он хочет, главное. Нет. Именно вот только, значит, именно только любовь. Любовь ваша к ней и ее к вам. Но вот эта позиция, она, понимаете, она вам ничего хорошего не дам. На самом деле. Потому что при такой позиции человек, сам человек, он, как бы, как бы, на задний план обходит. Он обходит просто-напросто на задний план. Потому что, ну, а как? Он неинтересный сам человек. В данном случае человек вообще не может быть интересным. Потому что интересуют вас другие вещи. Вас интересуют такие вещи, как вот я сказал, да? Вас интересует любовь. А почему вас интересует любовь? Чем именно любовь так важна для вас? Почему она важна для девушки, например? Это вот вопрос. И вопрос, на мой взгляд, ну, довольно важный. потому что именно именно на нем, на основании этого вопроса можно будет уже говорить о том, в какую сторону, в каком направлении вам самому двигаться и ей двигаться, в какую в какую сторону. Тоже вот так, мой момент. Об этом, пожалуйста, подумайте. Далее, мы с вами пойдем по тексту. Значит, встречаемся с девушкой два месяца. Мне 26, ей 23. Значит, полмесяца назад призналась в любви. У нее ко мне симпатия на первых свиданиях еще появилась. Ну, вот здесь сразу момент такой к вам. Вы в любви девочки зачем признавались? Вот вы сами в любви девочки с какой целью признавались? Понимаете, если вы признали девочке в любви с той целью, чтобы ну, скажем, возвести ваши отношения на новый уровень, если вы девочки с этой целью признали свое отношение. Ну, это к сожалению своего рода такое, знаете, ну, довольно коростное поведение, если вы понимаете о чем я говорю. То есть вы признали девушке потому, что хотели от нее там, допустим, что-то получить, да? Вы признали девушке в любви для того, чтобы она вам ответила на имя, чтобы ваши отношения как-то вот были на выше, на более высокий уровень. Вот. Но, вопрос, а зачем, для чего это вам, именно вам, для чего это нужно? Понимаете? Это ваш признание, для чего вы признали в любви. Правда ли вы чувствуете к ней любовь? Если да, то как она проявляется? Как вы ее понимаете? Как вы ее выражаете? Как вы относитесь к тому, что у нее к вам симпатия? То есть, вы сами, как любящий человек, считаете, что вам этого достаточно, например? Или нет? Если вам этого недостаточно, то, значит, у вас есть определенная потребность. И эту потребность вы пытаетесь спроекцировать на девушку, что не является, опять же, не является чем-то правильным. В данном случае это не является чем-то правильным. Потому что, если вам что-то нужно, то девушка совсем-совсем и совершенно не обязана вам этого давать. Ну, это так. Опять же, к слову, здесь зависит от того, готовы ли вы сами пересматривать свое отношение к любви и к отношениям. Далее. Значит, у нас с ней встречи и кафешка. Она посетила кино раза три в неделю. Поцелуи объятия. Не более, даже спали вместе недавно. Именно спали, без секса и без объятия с ее стороны. В чем проблема? Значит, девушка говорит, что у нее ко мне симпатия и вроде как уже пора бы полюбить меня, но она не может говорить, что пытается, но почему-то не выходит, но она хочет меня полюбить. Знаете, вот по вашему тексту ваши девушки не двадцать три года, а меньше гораздо. Может быть семнадцать, шестнадцать. Вот так вот по ее словам можно представить ее возраст. Потому что правильно вам сказала моя коллега Марина Голикова, почему? Кто сказал, что уже пора? Откуда вот эти рамки? А что делать, если вы вышли за эти рамки, а вы уже за них вышли? Откуда она знает, что если вот сейчас например вас не полюбила, то полюбит потом? Откуда она знает, что этого не произойдет? Непонятно. Кроме того, я вам честно скажу, понимаю, что это не смешно, я понимаю, что это не смешно, но мне, если честно, стало любопытно немного, а вот как она пытается вас полюбить, как этот процесс происходит? Вот не подскажете как это происходит вообще? То есть как проявляются ее попытки вас полюбить? Как вообще можно пытаться человека полюбить? Человека либо любишь, либо нет. третьего не дано. Вы говорите о том, вроде бы как, что она пытается вас полюбить, и что она прямо тратит на это силы, она прямо старается это делать, но тем самым она еще дальше вас отдаляет от себя. То есть не нужно пытаться полюбить вас. Нужно просто быть с вами. Нужно просто находиться с вами вместе, находиться с вами рядом. И все. когда это произойдет любовь, может быть завтра, может быть спустя какое-то время, никто не знает. Но нельзя, понимаете, нельзя ожидать, что любовь случится вот когда-то. Да, то есть любовь произойдет когда-то. Нельзя. Она придет тогда, когда нужно будет. Либо не придет вовсе. И не скукой это проверяется, понимаете, не скукой. Проявляется по-другому. скука, вот то, о чем вы говорите, да, скука, это немножечко другое. Скука это потребность в человеке. Скука это именно нужда в нем в человеке. Понимаете? И как бы это совсем не означает еще, что у вас к ней любовь, если вы по ней скучаете. И что у нее к вам любовь, если она скучает по вам. это не означает. Если она вас хочет полюбить, то же вопрос, зачем? Зачем человек хочет вас полюбить? Если он хочет вас полюбить, значит, ему это нужно, если ему это нужно, значит, есть какое-то желание, какая-то цель, какой-то мотив. Любовь не подчинена целям и мотивам. Любовь, она безусловно, она приходит просто так. без цели, без мотива и так далее. Если девушка вас хочет полюбить, простите, это не любовь. Что-то другое, но не любовь. Возможно, да, сопременность, но не любовь. Мы хотим серьезных отношений, но на ее симпатии ко мне далеко не уедетесь. Так. Вы хотите серьезных отношений для чего? Чтобы что? Зачем они вам? Зачем они вам лично? Лично так, секундочку, анонимно. Зачем отношения вашей девушки? Почему вы считаете, что на ее симпатии к вам вы далеко не уедете? Симпатии это более чем достаточно, чтобы, например, жить вместе, чтобы, например, вести общее хозяйство, общий быт. Симпатии для этого более чем достаточно. Почему вы считаете, что на ее симпатии далеко не видеть, а на это чуть? Вот вы об этом скорее всего говорили. Почему? Откуда такое убедение? Почему вы считаете, что через два месяца после начала отношений дана уже быть любовь? Симпатия есть, и это хорошо. Может быть, она перерастет в привязанность, в уважение, вы будете вместе, может быть, она перерастет в любовь, но если вы хотите серьезных отношений, отношений, любовь, как таковая, не обязательно, если вам хорошо место. Сейчас она предложила дня 4-5 не видится и минимум переписываться, посмотреть с этого будет ли скучать по мне, если нет, значит, все слабо. Но я вам сказал уже, что скука к любви не имеет отношения. Она была прозвать отношениях полгода, за два месяца до меня, и говорит, что недели хватало, чтобы начать скучать по человеку, которого любишь. Она говорит о привязывании, она говорит именно о привязанности к человеку, но не о любви. И то, что она была к нему привязана, это не означает, что она его любила, это означает только то, что она в нем нуждалась, а ее нужда в итоге привела к тому, что ее бросили. Что, кстати, тоже, знаете ли, довольно травматично, что, кстати, тоже, знаете ли, довольно тяжело может переживать с девушкой, и что, кстати, может служить основой, причиной для того, как девушка себя ведет сейчас, вот именно в данный момент. То есть, я хочу сказать, что вполне вероятно, вполне вероятно, что проблема девушки вашей именно в том, что она не пережила до конца отношения своей, вот те, с молодым человеком, вполне вероятно, что она эти отношения не передела с ним до конца, и не завершила до конца, и нужно ей время, чтобы это сделать, нужно ей именно время для того, чтобы завершить эти самые отношения. Возможно, даже ей нужна помощь для этого, помощь ваша, помощь наша, как специалистов, и так далее. но очень может быть, что она до сих пор еще переживает травму, что ее бросили, как вы говорите, она призналась, а ее бросили, то есть с этим тоже нужно, как она относится к тому, что ее бросили, как она относится к тому, что призналась, не боится ли она теперь признаваться вам, не считает ли, что мужчина должен быть вашим инициатором и так далее, и так далее, и так далее. Это важно. Считает, что раз любовь сейчас не появилась, то он не появится и ждать ее год не хочет в потере времени. Ну вот, понимаете, в чем дело? Если человек уже сейчас считает, что время проводения с вами это потеря времени, я точно могу сказать, что никакой любви нет между вами. Потому что если человек хочет с вами просто проводить время, просто быть вместе, он не считает это потерей времени. Более того, даже если он не любит вас и просто проводит с вами, время, это тоже не потеря времени, это тоже и есть жизнь, жизнь с другим человеком, времяпровождение с другим человеком, это не потеря времени, девушка не хочет терять время, это основная проблема, она отношения пытается подчинить какой-то пользе, она отношения пытается превратить в все-таки регулируемый, контролируемый процесс, это невозможно совершенно, и именно потому, что это невозможно у девушки не получается, и она очень может быть злиться из-за того, что она хочет вас полюбить, но не может, она хочет вас полюбить, чтобы не тратить времени впустую с вами, не понимая при этом, что это нормально, проводить время с человеком просто так, а вот если она не хочет тратить время впустую, значит, у нее есть для этого основания, и вот вопрос в том, какие у нее для этого основания, что не желать тратить времени впустую, это определенный ее взгляд на жизнь, определенные ценности, стереотипы и так далее. Вот с этим об этом вам с ней нужно разговаривать. Инициатором цемидии кибрации в этой встрече выступаю я, как вы к этому относитесь, а она тоже меня куда-то приглашает, и мы ходим, как вы к этому относитесь, потому что инициатором выступаете вы, нравится ли вам эта позиция, не нравится вам эта позиция, устраивает ли она вас или нет. Она ведет себя обстраненной, первая не обнимет, саловаться не начнет, не проявит какую-либо неотносню. Она была такой всегда или она стала такой после определенного времени. Если она была такой всегда, то непонятные причины вашего как бы недовольства она такая, она так себя проявляет и, скорее всего, по-другому с вами вести себя не будет, потому что из прошлых отношений она извлекла опыт такой, что инициатива с ее стороны приводит к негативу. Это можно проработать с ней, об этом можно поговорить с ней, это можно избравить с ней, но только если она хочет. Пока вам ничего не остается, кроме как принимать ее такой, какая она есть, если она отвечает вам на объятия на поцелуи и на неделю, то проявляйте ей сам и в чем проблема. Если вас не устраивают такие инициативные, постоянные инициативы с вашей стороны, об этом можно ей сказать, но опять же спокойно и сказать просто, что мне бы хотелось от тебя больше активности и так далее. У нее есть такой характер, немного загнутый, плюс провозил опыт соотношений, где она призналась и ее бросила. Ну, характер человека поменять не представляется возможным, а негативный опыт можно проработать. Это не проблема. Она считает меня хорошим, добрым, заботливым и замечательным. Ну, да, это все здорово, но к любви это отношение имеет очень-очень мало. Она говорит, зачем тебе такая, как я, у меня много недостатков, говорит, с улыбкой типа шутя. Ну, здесь, скорее всего, она вас проверяет, то есть, проверяет, насколько вы заинтересованы в ней, насколько искренне вы хотите с ней быть. Ну, не стоит воспринимать ее слова в том ключе, да, что она действительно хочет, чтобы вы ее бросили и чтобы вы ушли. Вообще, вполне может быть, что она вас даже любит, просто боится признаться и проверяет вас. Но, опять же, это можно констатировать только, если с вами подробно поговорить, да, то есть, все эти вопросы, которые я задал, прояснить, и если вы сами их себе проясните, то, поверьте мне, любит она вас или нет, полюбит ли она вас или нет, это просто перестанет иметь значение. Вы либо хотите быть человеком, и для вас это самое главное, если вы ее любите, либо и она хочет быть с вами, и это тоже, в принципе, вполне достаточно, этого вполне достаточно, для того, чтобы вы были парой, а любовь, любовь, она может прийти через год и через два она может вообще через несколько лет прийти, то есть, у разных людей, к разным людям, любовь приходит по-разному, главное, чтобы у этих людей было желание делать друг друга счастливыми, быть вместе, вот, все главное, а просто выговорить, это все какие-то условности, которые ничем, кроме результата общественного мнения и какого-то вот давления социума, социальных стереотипов назвать нельзя, однажды, после поцелуев у ее подъезда, она чуть не сказала, что любит, но она говорит, что это была бы неправда, не знает, почему я это хотел рассказать, но не в поцелуях, это же любовь, интересно, а в чем любовь, по-важному, по ее мнению, в чем любовь? если она хотела сказать, значит, она действительно что-то такое испытывает, а не сказала, потому что потому что боится, потому что есть негативный опыт, который мешает ей вам раскрыться. Очень прошу вас, дорогие психологи, помощи, что делать девушке и мне, как нам прицепить, дабы у нее появилась ко мне любовь. Зачем? Зачем, чтобы у нее к вам появилась любовь, это первое. Второе, девушке нужно проработать прошлые негативные опыты, свои страхи, свою неуверенность в себе, начать больше доверять своим чувствам, своим ощущениям, не бояться их проявлять. Вам нужно поменьше думать о любви, побольше просто оказывать ей знаки внимания, просто быть рядом и возможно вступить в интимные отношения, если вы оба этого хотите, но без предания этому такого смысла, что интимные отношения относят любовь. Странно. Стоит ли нам ждать и дальше идти по отношениям? Или это потеря времени, и любовь может не появиться? Странный вопрос. Вы говорите, что вам 26 лет, но вопрос очень странный. А вы сами так как хотите. Вот вы аноним сами как хотите. Вы перекладываете на нас ответственность за свое дальнейшее развитие отношений с этой девушкой. Мы не можем обратно на себя это. Понимаете, ждать ничего не нужно. Нужно наслаждаться каждым мгновением с ней, с девушкой. Если не можете, значит, чего-то хотите от нее. Если чего-то хотите от нее, значит, это ваши желания. Ваше желание нужно удовлетворять самостоятельно, чтобы не ждать любви. Понимаете, тот, кто ждет, тот зависит, тот, кто ждет, тот ожидает, тот, кто ожидает, тот способен разочаровываться. А в отношениях нельзя ожидать, в отношениях нужно принимать то, что есть и делать сам то, что может. Если вы не хотите работать над своими желаниями, если вы не хотите работать над своим личностным ростом, ну, тогда лучше вам с девочкой в отношениях не находиться, потому что вы будете все время ждать, вы будете все время ожидать, и в итоге ничего хорошего из этого у вас не получится совершенно. Интим можно включить, включить. Так, может стоить как-то добавить интим без понятия как бы она отказалась, для этого у нее серьезные сильные черты от нее. Вот это вот похоже на манипуляции. Интим можно заниматься и без сильных чувств, особенно если у нее он уже был. Если вы не первый мужчина, то интим можно заниматься совершенно спокойно. И здесь вполне возможно либо ее сознательное завышение своей цены перед вами, либо подсознательное желание вас проверять постоянно и подсознательный страх, что позволив вам с ней переспать, с собой переспать, она потеряет для вас значение. Вот. Опять же об этом с ней нужно разговаривать. То есть просто говорить, что вы здоровый мужчина, вы не хотите секса. Как вам поступить? Об этом нужно говорить. Именно доверие, именно доверие, именно отсутствие страха поделиться своими переживаниями является главным ключевым в отношении, без чего любовь точно не появится. Поэтому говорите о том, чего вы хотите. Хотите интимно говорить об этом. Если она говорит нет, то просите ее объяснить почему. Почему такая привязка интима к сильным чувствам? Откуда она? как мне сделать так, чтобы она полюбила меня? Никак. Вам нужно просто быть собой. Быть собой и стараться делать ее счастливой. Стараться быть для нее тем мужчиной, которым она будет видеть рядом с собой. если вы почувствуете что вас это выматывает отдалить отдаляетесь но никак нельзя сделать так чтобы она вас полюбила. Это невозможно. Может вместо ограничения общения онлайн и отсутствия встреч вообще на время прекратить общение пока не доскучишься это не написано это ничего не решит. Потребность вас это не любовь. Мы каждый день два месяца друг к другу желаем доброго утра с такой ночью и может это тоже пока отодвинуть. Но если вы делаете это искренне если вам это не напряг то не стоит это прекращать если вы или кто-то из вас чувствует что это стало рутиной то лучше конечно это перестать делать потому что это просто ритуал и появляется чувство обязанности чувства долга а это не очень хорошо в отношениях так негативные последствия негативные последствия это вызовет если вы сделаете это это рель просто вас перегнаете и все у вас есть два варианта либо поговорить с ней откровенно и сказать что вы чувствуете что пожелания доброго утра и спокойной ночи они стали какими-то слишком рутинными и что вам хотелось бы говорить это лично в постели утром и вечером вот а так на переписке это тот ритуал и вы можете сказать что вам это неприятно и поэтому наверное вы не будете делать это каждый день то есть это будет честно может это девушке не понравится но это будет по крайней мере честно либо вы можете просто напросто сознаться на то что вы уже стали что забыли что не было интернета прервать цепочку и как бы все само собой формируется так как это более выгодно и удобно вам обувь он начинается на абсолютно гадый гадый день помимо доброго утра и спокойно и ночи в картинке спрашиваете кто-то на этой симпатии откуда вы знаете откуда у вас такое суждение и опять же тот же вопрос а вам мало вам этого мало того что она делает а зачем вам больше возможно ли через два месяца для человека проявлять к вам больше активности 23 года при условии негативного опыта девушки как это нужно и не может и я и все и а она говорит что она должна быть полюбить негативный опыт, который надо, например, продабатывать, и страх. У вас есть ожидание и тоже потребность в любви. И у обоих у вас есть определенное эгоистичное начало. То есть каждый из вас хочет быть в отношении к другим, чтобы получить что-то для себя. Вот это вот неправильно. И это мешает. Это мешает вам открыться друг другу полностью. Я рекомендую вам хотя бы подумать, что вам нужно и получать это самостоятельно, а девочке дать послушать мою запись и, может быть, это поможет ей лучше себя понять. Но, вообще-то, покажем ей на помощь психолога для того, чтобы лучше понять, что с ней происходит. Вот. Значит, чем бы я хотел закончить свой ответ? Нет, она не... Ответ я бы хотел ознакомить тем, чтобы вы подумали, как вы воспринимаете свою девочку, в качестве кого. Подумали бы вы о том, как много у вас общего. Подумали бы вы о том, как могли бы вы еще проводить время, может быть, какие-то деятельности, какие-то виды совместной деятельности привнести в ваши отношения. Спросите себя, готовы ли вы просто тратить время на человека не ради чего-то, а просто так. Просто так вкладывать в него, дать ему свое внимание, ласку, тепло, заботу, при этом ничего не получаем взамен. Если вы на это не готовы, значит, у вас нет любви. Если готовы, то действуйте, действуйте, пока не почувствуете, что у вас это опустошает. Вот, если почувствуете опустошение, то можете отдалиться от нее, и это будет означать конец отношений. Либо девочка поймет, кого она потеряла, и к вам вернется. Но не потому, что она скучает, а потому, что поймет, что действительно хочет делать вас счастливым. Потому что она увидит, что вы несчастны, и она захочет сделать вас счастливым. Но для этого нужно, чтобы вы чувствовали себя опустошенным. И это должно быть искренним. То есть это действительно должно быть так, а не игра. Понимаете? Я думаю, вот так можно ответить на ваш вопрос. Понимаете, если вы не готовы тратить на девочку просто дать свое время, свои силы, энергию, ласку, тепло и заботу, то лучше, лучше сразу отношения прекратить. Потому что будут обиды, потом будут разочарования, потом у нее и у вас, что вы друг другу не дали того, что нужно было, того, что хотели бы и так далее. И все в итоге приведет только лишь к негативу, к ссорам, скандалам и так далее. Ну и как мне кажется, вы торопитесь. Как мне кажется, вы торопитесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или что-то было непонятно в моем ответе, пожалуйста, отпишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.